Новый день с вами встречает Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Николай Скинтиян, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлю с другой полезной информацией и интересными фактами и событиями, которыми пестрит всемирная паутина. Для начала коротко о погоде. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся всего до 12 градусов. Ветер северо-западного направления скоростью до 10 метров в секунду с порывами до 17. В музее автографа работает художественная выставка «Тетрис». Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции – работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляд людей привлекали естественная красота. Сельские пейзажи с простым бытом. Этого так не хватает жителям больших городов. В работах молодых художников и интерьерный жанр, который больше, чем натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. Не пропустите. Выставка открыта до 15 октября. Прогулку по Гомелю столетней давности предлагает совершить филиал Ветковского музея. В этой экспозиции – ретроспектива архитектурного облика города. От деревянного до кирпично-бетонного. Резные элементы народного искусства расскажут о мастерстве белорусских мастеров, имена которых не стали частью истории. Со временем более современные материалы вытеснили дерево с улиц города. И над его обликом стали трудиться архитекторы, которые строили дома в разных стилях. Посетители выставки увидят макеты зданий этих периодов. Изображение ушедшей эпохи – это результат основательной работы в архивах. Познакомиться с ним можно будет до декабря месяца. Во дворце Румянцевых и Паскевичей продолжает работу художественная выставка под названием «Древнейшая из искусств». Она посвящена графике. В экспозиции более 80 работ из фондов музея, выполненных в разных техниках. Они охватывают период с 17 по 20 века. Гости дворца увидят графические произведения минувшего столетия, росписи, гравюры. А также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограниченные возможности графики. Как правило, изображения хранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики, которой многие ценители отдают предпочтение перед живописью и другими видами искусства. С коллекцией графики на выставке «Древнейшая из искусств» можно знакомиться до 8 ноября. Гости картины и галереи Гавриила Ващенко могут познакомиться с выставкой «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике, – «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь». На выставке можно увидеть и знаменитые сюжеты, и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и историей создания произведений великого мастера. Библиотека имени Герцена предлагает познакомиться с живописью Норико Сарибикяна. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины, выполненные в технике масляной живописи. Гомельчане увидят работы, написанные художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин – «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. Познакомиться с живописью художника можно до 15 октября. К другим интересным новостям. Британский художник выставил на аукцион одну из своих инсталляций – мешок с мусором. Конечно, внутри никакого мусора нет, а сам мешок и не мешок вовсе. Это скульптура из бронзы, окрашенная в черный цвет. Она призывает задуматься над природой искусства. Мастер уже не первый раз создает скульптуры, замаскированные под какой-то обычный предмет. Среди них фигура в виде картонной коробки, одноразовых чашек, упаковок для еды и даже автомобильного колеса. Эти объекты уходят с молотка за 20-30 тысяч фунтов. Актер Уилл Смит предлагает фанатам сериала «Принц из Беверли-Хиллз» пожить в знаменитом особняке. Такую возможность приурочили к 30-летней годовщине выхода проекта на малый экран. В доме сохранилась спальня «Принца» со всеми атрибутами – мебель, граффити и одежда со съемок. Также остались нетронутыми столовая и зона отдыха у бассейна во дворе. За ночевку в этом доме придется выложить 30 долларов. Цикл «Телепередач. Человек. Года» – это рассказ о победителях конкурса, людях, достойных того, чтобы с них брали пример, учились трудолюбию и жизнелюбию. Герой очередной программы – Виктор Петренко, каменщик филиала строительного управления номер 165, открытого акционерного общества «Строительный трест» номер 14. Он одержал победу в номинации «Мастер» – программа о том, как на протяжении 43-х лет оттачивалось мастерство каменщика Виктора Петренко, как менялся архитектурный облик Гомеля, благодаря в том числе кропотливой и добросовестной работе героя программы. Включайте наш телеканал сегодня в 19.20. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, разговор с интересными гостями в студии. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. В сегодняшнем выпуске в рубрике «Есть вопрос» адвокат Оксана Старовойтова расскажет об определении места жительства детей и установлении порядка участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. В настоящее время супруги очень часто обращаются для определения порядка общения, а также места жительства детей. Место жительства детей обычно определяется, когда супруги расторгают брак и начинают проживать раздельно. Статьей 74 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье предусмотрено, что место жительства ребенка определяется по месту жительства его родителей. В случае раздельного проживания родителей место жительства ребенка определяется по соглашению между ними. Оно может быть как письменное, так и устное. Также место жительства ребенка можно определить и при заключении брачного договора или соглашения о детях. В случае недостижения консенсуса данный вопрос можно передать на рассмотрение в суд, то есть подать иск об определении места жительства ребенка. И суд при учете определенных обстоятельств, кто из родителей больше уделяет внимание ребенку, кому ребенок больше привязан, с учетом возраста ребенка, материально-бытовых условий, характеристик родителей, характеристик с работы, с места жительства, их материального обеспечения, определит место жительства ребенка. Однако всегда нужно учитывать, что стороны могут быть недовольны данным решением суда. И в данном случае я бы рекомендовала обращаться лучше к медиатору, который поможет разрешить данный спор, и будет заключено медиативное соглашение. Кроме того, данное решение, оно не постоянное, то есть можно до достижения ребенком совершеннолетия обратиться в суд при изменении обстоятельств и поменять место жительства ребенка. Что же касается порядка общения, то оно определяется, когда родители не могут договориться, когда отдельно проживающий родитель будет брать ребенка и проводить с ним время. То есть судом определяется длительность встреч, место встреч, а также те дни, когда должно происходить это общение. Но опять же я хочу обратить внимание, что лучше обратиться в добровольном порядке к медиатору и урегулировать данный вопрос. Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Николай Скинтиян. Сегодня пятница, а это значит, что впереди у многих выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Оставайтесь на Беларусь 4 Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова